Книга «Открытым оком», том 3, тема «Церковь». Вопрос, 980. Поступила записка, написанная не мне, а отцу Михаилу Капранову. Видно, что это его почитательница. Отец Михаил, я слушал два раза по радио выступления Игнатия Тихоновича, и каждый раз он заканчивает свое выступление критикой на православную церковь, что в храме идет торговля, а этого он говорит делать нельзя. А как же тогда нам быть? Где свечи покупать, иконки, книжечки? Он говорил, что в церкви всех отпевают подряд и рэкетиров, и что так нельзя делать. А где же их отпевать тогда? Они же все крещеные. А может, они перед смертью покаялись? И постоянно говорит, что у нас крещение в церкви преподается неправильно, и что нужно сначала людей научить вере, а потом крестить. И только в три полных погружения. И говорит о других недостатках, что нет проповеди в церкви. Зачем об этом напоминать несколько раз? Неприятно слушать эту критику. Что он хочет этим сказать? Объясните, пожалуйста, эти его доводы. Ваша слушательница, посещаю ваши курсы уже пять лет. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. За пять лет можно кончить университет. А на эти вопросы уже сами бы нашли ответ в Библии через один месяц занятий на наших курсах. Действительно, как мне сказали бывшие почитатели отца Михаила, там кухонный уровень преподавания. Из года в год одно и то же. Через какое плечо свечки подавать, да символ веры. По всем этим вопросам есть наши материалы в книге «К истинному крещению». Мне очень интересно было бы послушать, как на эту записку ответил бы отец Михаил, если бы перед ним поставили два непременных условия. Первое. Не поминать мое имя вообще и никак. Забыть, что я существую. И второе. Отвечать только на основании Библии. Отец Михаил поплыл бы еще на берегу, не спустившись на море Священного Писания. Кратко. Торгашей Бог бил. Значит, будет бить и вас с отцом Михаилом очень крепко. Не позже, чем после вашей смерти. Что можно сказать об отбивании, если в самом чине говорится о рабах Божиих? Вы слово «раб» и «враг» можете отличить? Прихожанка с пятилетним стажем. Скольких родственников таких бегалак обольстил отец Михаил за всю жизнь, обещая им Царство Небесное? О крещении. Сам отец Михаил крещен ли в полное погружение? Согласно 50-го апостольского правила, он должен давно быть лишен сана. И был бы он уже просто ваш сосед, дядя Миша. И этими выступлениями я хочу сказать, что истина не умерла. И Бог напоминает вам, беззаконникам, что Слово Его живо и действенно. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча воюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Используйте. Используйте. Продолжение следует...